Вы готовы возврату извести? Вы готовы извиниться? Нет. Директора ответ. Привет. На самом деле, я где копаюсь, я вижу, что подходит и на днях у вас закончится. Так что я предлагаю вам пересмотреть. Я не против? Да, да, да. Я предлагаю вам пересмотреть просто за мной все, что я смотрел. И вот прям вот все перелопатить. Пожалуйста, скажите мне. Я смотрел все. А что значит все перелопатить? Да. Как и всегда, это ваша работа. Не справляйтесь с работой, увольняйтесь. У вас директор не на своем месте. Вот советую ее убрать. И вы адекватный человек. Вас можно на место директора. Я же не могу старше кассет выбирать директора. Она меня тоже послужит. Я сделаю так, что ее уволят. Она уже себе подписала сейчас приговор. Я вам скажу об этом. Спасибо. Но вы это послужили. Я же вас исправлю. Спасибо вашему директору за контент. В смысле без всего? Нет, нет, нет. Тут совсем. Вы на директора на своего посмотрите. Тут без всего нельзя. Или вы что? Мне предлагаете? Понятку? А сколько? Нет, конечно. Спасибо. 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 Все вроде хорошие. До 22 октября. 22 октября. И единственная такая стоит до 18-го, 05-го, 22 октября. Ай-яй-яй. Вот 18-го, 05-го, 20-го. Глядите из 4-х месяцев. Сэмпер. Бла-бла-бла. Надо брать. Спасибо. Так. Трубничный Курск получается. Здравствуйте. Сейчас, где на товарах в отвертке Оркот, уже количество не пропадает. Акцизку? Да. Вам не очень нужны усложнения. Не, не нужно. Не, не нужно. За всех плачу. Гуляем. Там акция у нас? Спасибо, нет, у меня другая отца. Три. Не надо мне карту. Сейчас я вам... Не надо мне, не пикайте карту. Не надо. Я не буду пикать. Спасибо. Всего же. Капуста. До 9-го, 9-го. О, моль. А у вас тут моль живет. Чего-чего? Моль уберите. Она уже подито копыта оттянула от столько просрока. Вот лежит. Неве. Моль. Нанюхалась. Моль. 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 Так она просроченная. Кто ее... Нельзя просрок продавать. Она уже сдохла. Чего продавать, когда подохла уже неделю как? Моль. 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 А вот сыр. Сыр. С плесенью кому. Что характерно в сроках. Подождем. Начало июня. до 31 08 сейчас конечно умные комментаторы найдут цифру 31 до 31 года аналогично что характерно вот например есть до двадцать третьего года дайте вот так до 31 08 22 года до 26 01 23 нас бифа будем до 10 22 их там много по 1650 раз вакуум молодца но у этой кстати тоже в этих пачек не написано что это вакуумная упаковка то есть раз вакуума на развакуум но не сказано что вакуум получается не нарушение у вас скажите всегда витрина открыта сигаретами но я заметил что она сегодня у вас сколько я здесь нахожусь на вас открыто по правилам торговли до по закону она должна быть закрыта спасибо покажите пожалуйста вот антипохмелинку голубо-розовая вот эту вот баночку хорошая ладно спасибо а вот а 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 Ну, какая у вас очередь. Би-би. Слишком большие очереди на кассах, так что придется на кассе самообслуживания все это покупать. Сыр-бри. Сыр-бри. Ну, остальное все уже куплено. Так. Далее. Спасибо. Не надо. Не надо мне банковской картой. У меня есть специальная банковская карта. Беда-еда. По которой покупаю просрочку. Так, что мы имеем? Магазин Перекресток. Б-184. Солнечногорск. Деревня Голубое. Сургутский проезд. 1-3. Сегодня у нас 8.09.22. 16.11. Просроченные продукты до июня. До мая. И куча других нарушений. Даже есть просрок на 9 месяцев. Дата изготовления 16.12.20 год. Срок годности 12 месяцев. Итого на сумму около 10 тысяч. Вискос. Ничего святого. До 10.06. Также колбаски. До 6.00. До 7.00. Есть сухарики. Годен до 8.00. Сказали, что просто не успели снять. До 8.00. 08.00. Сегодня же сентябрь. И вот такая замечательная штука. Снэк. Дата изготовления 16.12.20 год. Срок годности 12 месяцев. Просроченный на 9 месяцев. Паста с июля. Детское питание с мая для детей с 4 месяцев. Центр. Сухарики. 22.00. 7.00. 22.00. 30 суток. Уже прошли. Даже уже прошли 8.00. 08.00. Ну и первое соответственно. Напиток. Годен до 6.00. 8.00. И до 28.00. 6.00. Все три штуки. Столько без человеческого фактора. Это директор видимо не на своем месте. Книжку отзывов, претензию. Дальше через суть исправляем. Собственно давайте я вам покажу всю суть проблемы. И по книжке тоже есть вопросы. Подойдите пожалуйста сюда. Уберите камеру. Ну вы свои тогда тоже уберите. А где? Какие я должна убрать? Вы свои камеры. У вас весь зал в камерах. Ну. Ну уберите. Тогда я свою беру. Я не даю себя снимать. Если вы заметили я его и не спрашивал. Ну а я не хочу чтобы вы меня снимали. Ну можно? Я не хочу чтобы вы торговали просроком. Я понимаю. У вас просрок с прошлого года. Я понимаю. И знаете. Я понимаю это. Зачем я снимаю? Ваши хотелки. А потому что кто накосячил? Вы накосячили. Я прекрасно это понимаю. И теперь расклебывать это все тоже вам. Да хорошо. Пойдем без всяких фокусов разгребать просрок. Уберите камеру. Нет. Прекратите свои хотелки. Уберите камеру. Не надо меня снимать. Подпишите пожалуйста книгу отзывов. Она у вас не ваша. Я подпишу. Пойдем подписывать. Во-первых вы мне не тычьте. Я с вами на вырос говорю. Давайте начнем. Где я вам натыкал? Ты сейчас мне сказал пойдем. Ты или вы? Ты сказал мне ты. Ну все мы перешли на ты я вижу. Смотри книга чья? Что? Вот это чья книга? Почему она не подписана? Это моя книга. Почему она не подписана? Она будет подписана. Оставьте ее и подпишу. Вот это чей просрок? С июня. С мая. С прошлого года. Чей просрок? Кто сделал? Все в курсе. Кому стыдно? Мы это в курсе. Что с этим делать? Мы этим в курсе. Это все сейчас пишется. Вы будете сейчас это кушать? Возьмем совъяснители. Возьмите в утилизацию. Положите. Я сейчас все соберу на утилизацию. Идите сюда. Это сейчас пойдет. Здесь собирайте, здесь утилизируйте. Выбирайте камеру. Прекращайте этот цирк. Это вы цирк устроили здесь. Я не даю согласия. Я не спрашивал твоего согласия. Тыкайте мне пожалуйста. Так ты первая же тыкать начала. Я не собираюсь в тебя тыкать. Я женат. У меня другие предпочтения. Мне старые женщины совсем не нужны. Иди убирай этот товар. И утилизируется. Это проблема. Смотри. Я тебе написал. А где? Да ты, ты. Смотри. Ты будешь расхлебывать весь этот геморрой, который у тебя есть. Я написал в книге отзывов тебе претензию. Дальше я затаскаю тебя по судам. Да, замечательно. Но у тебя книга отзывов не подписана. Она без даты, подписи, без подписи, без печати. Сделай, пожалуйста, ее как надо. Все? Нет, не все. Я услышала, я сделаю. Что ты примешь? Я не услышала, что этот человек вам хамит. Ну да. Я думаю, надо вызвать полицию и написать заявление, что я вам хамлю и мешаю торговать просроком. Ведь перекресток это удобный магазин для впаривания просрока, правильно? Не надо на публику работать, я вас прекрасно слышу. Вы впариваете людям просрок. Я прекрасно вас слышу. Зачем вы это делаете? Вам это не стыдно? Вам это не стыдно? А вам не стыдно вот это шоу устраивать, а? Какие шоу? Я вас носом тычу, ваш же просрок. Здравствуйте, что у вас? Что такое? У меня все нормально. Уважение, можно проиграть? Вот как ты, так и к вам. Почему? Во-первых, она... Ну и что? Давайте вызовем полицию. А давайте вызовем полицию. Вам же не дают пол. Я вызываю прямо сейчас. Потому что мне вообще не понятно, кто вы такой. Это не важно, кто я такой. Вызывайте. Какой канал? Я не заберу. Да, потом, потом скиллу, да. Ну я вот посмотрю. Вы вызываете? Вы хотите вызвать. Вы даже уже телефон в руки взяли. Вызывайте. У меня сейчас пока телефон, видите, занят. А меня не заберу? Ну пожалуйста. Проявляйте женщине уважение. Всего лишь на это обременение вас. Смотрите. Как вы, так и к вам. Все. Вы нормально подошли, я с вами на вы. Ну понятно. Вот как она подошла, она тут начала какое-то шоу устраивать. Я начала, да? Она целый день на ногах. Целый день ушла. Ну пожалуйста, не уподобляйте. Все, все, все. Хорошо, договорились. Этот товар идет на утилизацию. Что по вымогательству, которое написано в книге отзывов? Вы сейчас куда потащили мой товар? Стоп. Что вы делаете? Я увожу товар на утилизацию. Я его купил, во-первых, мне за него еще не сделали возврат. Я вам сейчас все сделаю. Во-вторых, на тележке мои предметы, которые... Уберите, пожалуйста, руки. Вы сказали товар утилизировать, правильно? Это мой товар, я его купил. Вы сейчас совершаете открытое хищение. Есть чек. У вас есть чек? У вас есть чек. У вас есть чек. У вас есть чек. Вам дело сделают... Не воруйте мой товар. Я товар ваш не ворую. Да вы же сейчас его укатываете. Тележка с моими личными вещами. Не надо было оставлять. Так не надо хватать и убегать с ним. Что у вас за отношение к покупателям? Ну, не красиво же так. Я считаю, что вы, как директор, занимаете не свое место. Не работайте на публику, пожалуйста. Не занимайте не свое место, пожалуйста. Займите свое место. Увольняйтесь и уходите с работы. Займите мое место. Так. Стоп. Давайте... Давайте не будем устраивать шоу. Верните мой товар. Вы что делаете, мужчина? Верните. Мне больно. Не трогайте мою руку. А вы мне тоже руку отдавили? Что вы делаете? Отдайте мой товар. Это мой товар. Я здесь купил на сумму более 7 тысяч. Да ради бога. Вы почему у меня его воруют? Вы мне только что сами сказали. Его надо утилизировать. Это мой товар. Я его купил. У меня есть чеки. Не забирайте, не воруйте его. Верните эту банку детскую тоже. Что вы делаете? Что творите? Отдайте, пожалуйста, эту банку. По здоровьям в ходу. Где написано? Верните банку. Вы почему своровали мой товар? Не без интересный поворот. Вы за своими вещами присматривайте. Тут директор в воровка бегает. Больше подарка. А где воровка эта? Директор. Директор у меня своровала часть товара. Пригласите ее, пожалуйста. Вопросики есть. Ну, угадайте. Возможно, детское питание. Она думает, что это самый страшный головняк в ее жизни. Теперь еще будет открытое хищение. А возможно, даже кража. Ну, грабеж. Она себе легко головку нарисовала. Ну, смотрите. Кража – это тайное хищение, правильно? Ну, я отвернулся, она у меня своровала. Это – это кража. Она без вашей тележки, я так понимаю, оплаченная или оплаченная? Оплаченная. То есть это все у вас оплаченная? Естественно. Это все у меня оплаченная, о чем я уже и неоднократно сказал. А открытое хищение – это когда она понимает, что товар уже мой, она его у меня демонстративно забирает и убегает. Я все снимаю. И я даже заснял, как она у меня это все ограбила. Пригласите, пожалуйста, ее. Есть вопросики, да. Потому что я считаю, что это некрасиво. Хорошо. Получилось. Я ж не отказываюсь, да, виноват ему. Мы каждый день пытаемся ставить ситуацию. Как бы не справиться. Мы сами работаем. Здесь и повар, и Петр Игорь. Вы же видели, да, что я снял. Это не то, что вы не успели такие утром убрать. А я пораньше такой пришел вечером. Там просрочен с прошлого года. Согласен. Причем, Родакция супер-дитара. Ну, то, что просрочено с прошлого года, оно первое стояло. Да. Я ходил, его сначала по-нормальному, там еще работники были, которые на детском питании, она очень как переживает, ее не ругайте. Я покаживал все. Нет, давай давай выкупить самарку. Почему вы заставляете людей выкупать? Нет, когда дети есть, я не заставляю. Я просто поставлю перед фактом. У нас есть журналы, где они расписываются за сроки годности. Тем более, что касается детского. Они его обязаны. И они закреплены за этим. Понимаете? Каждый человек должен отвечать, приходя за то, что он находится на рабочем месте. Вчера в Балашихе встретил адекватного директора такого. Про срока там пипец, конечно, было. Серия будет в воскресенье, наверное, у меня на канале. Но она сразу говорит… Какой канал? Новичок. А Роспотреб не ваш? Ну, конечно. Вы что, мне как Роспотреба… Да нет, я просто спрашиваю. Я просто… Я с этим жирным не общаюсь. Просто у них как бы… Они, по-моему, не везут Роспотреб. Ну… Я не он. Балашихе. Балаших – это директор говорит, что во всем виновата я. Людей нету. Ну, просто вот реально. Один человек на кассе, и она за мамом бегает, просто расставляет товар. Вообще людей нету. У вас людей до фига. Ну, блин, у вас по залу несколько человек ходят и все делают. Ну, молочка и кондитера. Ну, грузчики, вы знаете, грузчики, они сейчас тоже хитрые. Ты попробуй его заставить работать. Я про то, что у вас по залу есть много людей, которые, ну, вроде как что-то делают. Ну, пускай создают видимость работы, но они есть. Вот в Балашихе нет людей, и директор говорит, это моя вина, я полностью, все, что происходит – это мой косяк. Я виноват. Так, изначально я тоже к тебе вышла. Я не отрицаю, это наша вина. Да. Проглядели, посмотрели. А вы сейчас говорите, вот это вот про косячила она, она пойдет у меня. Нет, подождите. Есть там у них укапаленцованный штам. Там есть люди, которые за этим смотрят. Если в холодильнику брать нормально будет. Я знаю. Я знаю, поэтому они здесь стоят. Я их увидела, сняла. Ты сам знаешь, что там нужно глаз за глаз. Рубцова же тоже там зуб на блогеров и типа вырубаете КСЛ. Почему вы не выключили? Или не читали это? Или вы просто адекватные? Почему не читали? Я почему-то думала, что это все произойдет более-менее в адекватном этом. Это первое, а второе мы просто заботимся о своих покупателях. Вот молодцы. Сейчас выключим КСО. Ты знаешь, мы очень долго приучали их на это КСО. Потому что они неохотно идут на КСО. И во-первых, у нас здесь столько много конкурентов. И мы не готовы. Мне уже нажаловались на соседний магазин. И мы не готовы вот терять их. Сейчас бы я отключила КСО хорошо, блин. Ты бы там застрял на кассе. У меня в магазин встал. У меня два отзыва НПС и да здравствует. Все. Поэтому мы говорили. Я про то, что это проверка на адекватность. Как бы дана команда выключать. И вот просто от директора уже зависит. Типа я нормальный? Тоже вопрос задали. Почему пробить? Почему не было отключения КСО? Сказал, потому что у меня был поток народов. Ты что, не слышала о распоряжении? Ну, не выключила КСО. Ну, не выключила я КСО. Ну, жалко на этих покупателей. Зачем им молотал, что то, что происходит, да? Зачем это еще на покупателей, как говорится, выкидывать? Выходи. Закройте. Как скажут. Она сказала, дверь закрыть. Вон, отчет, пожалуйста, свои желания. У вас тут ключ торчит. Ну, вы говорите, закрытим. Зовите сюда, пусть не прячется воровка Вы не хотите весь остальной товар тоже своровать? Выйдите, пожалуйста, отсюда Верните мой товар Выйдите отсюда, я у вас ничего не брала Детское питание, вы у меня своровали Выйдите, пожалуйста, закрутите дверь Нет, вы у меня своровали детское питание, пожалуйста, верните Закрутите, пожалуйста, дверь Я вас сразу предупреждаю, что я вызвал сотрудников полиции на вас будет написано заявление за грабеж верните пожалуйста мой товар обставилась там такая вся алкоголем и сидит радуется верните товар пожалуйста мой товар бери столовой съела поди уже его видно что тухляком питается вот зам самый адекватный человек а нет я ошибся я ошибся запрещено запрещать цензура запрещена до 9 0 8 22 до 9 10 меня зовут алекс я сейчас тут подсниму немножко чтобы у вас не было в кадре нет 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 сейчас это будет мнение в смысле она не видела не надо себе покупать сейчас приедет полиция все это буду писать заявление и на нее чтобы ее увезли статья у нее 6 1 1 и по детскому питанию по всему вот этому выявленному товару будет оставлена на ответственное хранение здесь в магазине то есть за это уже будет конкретно этому руководителю этого магазина по голове прилетать самой ничего покупать не надо как бы это это ее косяк что она не организовала работу и пусть она сама отвечает а если она вас заставляет про срок покупать то надо гнать таких директоров надо было их месяц назад снимать да шелфи то оно шелфи а человеческий фактор никто не отменял было вызвано полиция по поводу грабежа и сейчас ожидаем сотрудников напишу заявление на директора на реализацию просрока потому что добро должно быть без кулаков мне просто понять это всегда адекватное такое поведение у директора вот она среда себя так ведет первый раз такое сорвалась я не давал право на съемку меня это же канал имени меня я не хочу чтобы я еще где-то был на ваших каналах не трогайте пожалуйста хорошо ваша но я услышал ваше желание но в вашем желании поверьте я могу немножко послать ну отказать возврат мы обязательно сделаем но я вас сразу предупреждаю что я вызвал сотрудников полиции у меня будет два заявления догадываетесь каких по реализации просрока это одно там и за детская отдельно смотрите кстати вот она мне детская когда своровала я вот вторую еще не успел купить ну я наверное уже и не буду покупать может сотруднику подарю я не знаю еще не надо покупать просрок директора на мыло просрок не надо покупать вот а второе по поводу нападения если смотрите она вот незаметно подкрылась украла украла у меня детское питание например убежала это был бы это была бы кража а если она на меня напала с предметом что она что она силой у меня забрала детское питание что она вот прям вот силой что силой пыталась между эту всю тележку забрать выхватила детское питание и убежала в столовку но не может быть вы недооцениваете своего директора ну смотрите вы пожалуйста утилизировать правильно это мой товар я его купил вы сейчас совершать открытое течение я вас предупреждаю что вы сейчас совершаете открытое течение не воруйте мой товар да вы же сейчас его укатываете тележка с моими личными вещами так не надо хватать и убегать с ним слова за отношения к покупателям ну не красиво что я считаю что вы как директор занимаете не свое место не работайте на публику пожалуйста а не занимайте не свое место пожалуйста увольняйтесь и уходите с работы давайте давайте не будем устраивать шоу верните мой товар мне больно не трогайте мою руку отдайте мой товар это мой товар я здесь купил на сумму все более 7000 вы почему у меня его ворует мой товар я его купил у меня есть чеки не забирайте не воруйте его верните эту банку детскую тоже что вы делаете что творить отдайте пожалуйста эту банку на меня напала ваш директор и пыталась забрать у меня вот эту всю телегу я не рассказал что у меня здесь мои личные вещи ну как бы крепеж здесь сумка в которой возможно 100 тысяч миллиардов долларов до неба надо еще кстати проверить там ли они мне кажется их уже там нет ну как бы вот но детское питание она у меня заснято что она его схватила и убежала а у меня это заснят как у меня это не сопоставляется вам если вы будете отказывать то как бы это будет еще веселее всякое бывает просто если сделали возврат то это районный суд ну как бы я же вас буду исправлять еще по судам затаска а если не сделали возврат то это мировой суд это я с вас еще такую компенсацию взвещу то мам не горюй так 12 18 05 22 это прямо вот оно а кто это передал вам директор решила вернуть вам спасибо ну факт ограбление был заявление будет невозможно же украсть у человека ограбить забрать силой у человека какую-то вещь потом одуматься понять что у меня на собственно не нужно вернуть и как будто ничего не было было за это нужно нести ответственность хочу полицейский куда делся я полицейский то куда делся полицейский сейчас заходил ушел почему то есть вы его отправили да что прождав более двух часов сотрудников полиции я так и не дождался говорят он зашел сотрудник полиции зашел в магазин спросил что-то у охраны развернулся и ушел не доглавка дозвониться не могу не 112 уже не берут трубку также сыр без даты изготовления без даты сыр запрещена реализация здесь срезанная но как бы вопросики есть и вот уже подошло время годен до 8 0 9 18 34 сейчас уже 1850 я не трогал это до последнего она уже просрочилась думал вы найдете а вы не нашли но не не вы тут кто работает здесь стрела детские но я потому что все нашел здесь маркировка срезанная числа нет только месяц годен до 11 я про другое смотрите на вот такой обращайте внимание там его очень много просто чтобы дата изготовления на вас всех вас все съехало просто заявку сделать чтобы поправили и на каких-то моментах нету даты изготовления вообще в принципе без даты сыра запрещена реализация что предложение все купить и вернуться сюда в следующий раз уже с сотрудниками полиции вот это еще все и мне надо нет и мне надо еще пару пакетов два пакетика я это все вернул чупик захватите пожалуйста чупа-чупс один ну да большой а кстати сколько он вас стоит любой да все остальные хорошие я вчера чупик купил не вчера позавчера две сто стоил сколько он вас стоит тысяча девятьсот пятьдесят ну просто да он я всегда его помню там от 700 до полутора стоил а тут а тут бах и что-то случилось нет так все это сюда вы мне пакетики не дали дайте пакетики два два пакетика ко мне не два давай в мои честные глаза как будто художник и того на сумму более десяти тысяч купленных товаров с истекшим сроком годности вернемся ну а вот уже сегодня погнали посмотрим что у них сегодня происходит годен до 8 она вчера еще была просрочена ну человеческий фактор не хватает людей аналогично или подкинули но еще по камерам посмотрим где-то я взял где я ее взял до 9 9 по-моему я вчера я ее видел да уж воспитывать этот магазин и воспитывать неплохо на поле что-то перестали просрочно торговать до 9 9 годен до 6 08 человеческий фактор ну я вчера не успел снять сами понимаете людей не хватает мы это еще по камерам сейчас посмотрим где я это взял вот вчера же вчера же предупреждал и вот сегодня это уже про срок я вчера им про это говорил но ходим до 9 0 9 сегодня вот здрасьте у вас есть колбаска какая-нибудь просроченная просрочена покажите пожалуйста вот это вот все которое да скрытое срезанное давайте по маркировкам быстрее вот здесь видно до завтра до 12 что характерно вчера по моему не было не было закрыто срезы а вот этот покажите вот это вот это вы вчера в курсе сколько я у вас всего снял до 10 нет 8 по 10 а сыры тоже ваши сыр нет повезло что повезло да там про срок вечно спасибо ровно эти же салаты вот такая же одна котлетка не факт что эти но похожие картошка плов курицы даже на своих местах что было вчера наверняка все свежее все хорошее по маркировкам не докопаться также сыр с неблагородной плесенью по 780 рублей сок который закончился 21 0 8 весь людей не хватает я рано пришел до 3 9 до 3 9 до 3 9 до 4 июня 22 года в перемешку есть смысл пересмотреть каждый день тут сроки смотрим людей не хватает и у них все не сегодня просрочено все на несколько месяцев а позиция директора очень странная вместо того чтобы сделать работу над ошибками и как-то улучшить свою работу она тупо увольняет сотрудников например вчерашняя сырница раз вакуум же есть его сразу видно и по цвету и по плесени аналогично у них тут специальный раз вакуум девочек работает мой человек ну серьезно все пачки до завтра до сегодня а сегодня вот что-то случилось и они все-таки исполняют приказы вышестоящего руководства и касса самообслуживания немножко поломались временно не работает по техническим причинам а причины блогеры ой они вот кассы выключили видимо что-то поломалось а не работает да я вижу что не работает тут написано обратиться к ассистенту а где его найти можете можете пригласить ассистента вот какой-то человек с зеленым бейджиком похож нет на ассистента на ассистенту в 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 Везде. Все, что я не беру с пола этого магазина, это все про срок. Нет, это слова покажите про срок. Вы кто? Я? Гражданин. Ну, вы, может быть, какое-то отношение к СБ имеете? Возможно. Вы боитесь, вы стесняетесь своей работы? Я вообще не боюсь. Нет, мне просто интересно, что происходит. Ну, если вы просто гражданин, то как бы идите по своим делам. Если вы имеете какое-то отношение к СБ, давайте пообщаемся. Давайте по архе. В СБ. Я слушаю. Меня кто вызывал? Я вызывал, смотрите, да, тут кассы поломались. По техническим причинам. Придите на две кассы. Да я не хочу кассирам напрягать. Это про срок. Я же вам вчера предупреждал, ну, не конкретно вас, а которая девушка там была. Я ей говорил, что я, которая вчера сняла, она была вчера просроченная. А вот которая лежала до 9-го, я ей говорил, что не пропустите, пожалуйста, у вас там несколько штук, или завтра просрочится. Сделайте с ними что-нибудь. Она ничего не сделала. Она просрока. Вот смотрите. До 9-го. Ну, из моих рук, пожалуйста. До 9-го. До 9-го. Вам про вчерашнюю ситуацию передали? Какой был просрок? С прошлого года. А детская была с мая месяца. Даже по древнему календарю мая это просрочено уже. Числа 18-го. Мая. Просрочено. Детская. Не верите? Или ДСБ такую ситуацию не доводит? Это как бы, ну, есть правила определенные. А почему тогда меня не задержали, если такая ситуация была? А кто имеет право? У вас полиция имеет право задерживать? А почему? Вот полиция пришла, с охраной пообщалась и ушла. Ну, это не ко мне вопрос, наверное. Ну, это халатность? Почему? Или бездействие? Сотрудников полиции. Не знаю. Я не берусь в действия сотрудников полиции. Я берусь в действия, потому что им оценку дают граждане. Я гражданин. Ну, вы здесь ушли. У меня такая ситуация. Я усматриваю в их действиях бездействиях. Собственно, бездействие. А то, что не работает КСО, видимо, технический специалист подойдет и исправит. Немножко маленький нюансик. Когда я входил пять минут назад, она работала. Есть просто такой указ сверху, ну, от Рубцова какого-нибудь, Сергея, что приходят блогеры выключать КСО, все делают для того, чтобы не продать. Даже вчера директору попало за то, что мне продали товары тут. Честно говоря, не слышал. Я слышал, что директору вчера прилетело за то, что она не отключила КСО. Почему нет, что сказать? Мне главное, чтобы тут порядок общественный не нарушился. А что остальное, как бы... Я сомневаюсь, что вот я вошел пять минут назад сюда, и вы мигом сюда примчались. Вы здесь. Я тут с утра, кстати. Ну, молодец. Где я с вами ссорюсь? Вы что? Я самый спокойный блогер в мире. А зачем вам это надо? Вы просроком торгуете с прошлого года. Смотрите, масштаб и ценников, и товаров. Такого у нас реально просто не потратили. Вот и все. Так чисто по-человечески. Чисто по-человечески я понимаю, что вот вчера какое? Восьмое? Девятое. Вчера восьмое было сентября. Если я вчера прихожу и снимаю там то, что... Ну, вот это человеческий фактор. Сегодня девятое. Годен до девятого. Сегодня, ну, не успели снять, хотя я им вчера говорил, снимите. Они не успели снять. Человеческий фактор. Ну, там детская, с мая. Есть просрок с прошлого года. Ну, это же тоже нехорошо. Это не человеческий фактор. Это не то, что вы не успели снять, а я с утра пораньше пришел. Там же не то, что там повален, правильно? Если там одну единицу сняли, это просто... Вот я одну единицу снял, и я вам говорю, что... Это именно... Посмотрите товарооборот. Я, например, иду, и там смотрю, проверяю детский. Это просто моя невнимательность приводит к товаршивке. С мая. Кто-то посмотрел. Я смотрел здесь другое. Я верю, что вы с мая могли это увидеть. Ну, с мая, ну, сейчас уже сентябрь. Вы это наверняка снимали, потому что, ну, такую просроченную штуку одну невозможно упустить. Вы ее наверняка сняли. А какой-нибудь ответственный сотрудник выставил просто обратно на прилавок? Ну, типа, чего она тут валяется? Она же вроде еще целая. Ну, может быть. Вы можете обратить внимание. Так что, вот, да. На строку посмотрите. Нужно посмотреть и по камерам, и по товарообороту, кто, откуда, и почему эта банка появилась там. Также первая апартация стоит, которая в прошлом году закончилась. Джем, снэк какой-то такой. А вот на счет сыра, смотрите. Вот, допустим, у нас человек прибылит в 2 часа. А меня-то не волнует. У вас со скольки магазин работает? Ну, с 8 просто человек, который ответственный. Так вчера бы сняла. Я вчера предупреждал, что у вас завтра это закончится. Снимите. Вот элементарно, она просто гадает. Она у нее ценники, она пошла заставлять. И на это, понимаете, не надо. Людей не хватает. Нет, людей у вас, кстати, много. Начиная от сотрудников охраны, даже начальник СБ бегает. У вас людей... Нам не может помогать. Я не про то, что людей у вас много и по залу, и в каждом отделе у вас есть по человеку. И тут на человеческий фактор нельзя пенять. Есть магазины, где вообще людей нет. Я в Балашихе, вот, пример, директор вчера говорил, что в Балашихе директор видит, что у нее куча просрока, там, ну, пипец, там очень много было. И она говорит, что это моя ответственность, у нас вот людей нету. Вот реально, там сидит два человека на кассе, и она с замом бегает, просто товар расправляет. И она говорит, что это полностью моя ответственность. Это не то, что там я кому-то сейчас буду наказывать. Это я не доработала, я не доследила. Это моя ответственность. Ваш... Нет, ваша директор говорит, так, это накосячила вот та, она у меня пойдет, это купит, это накосячила вот та, это она купит. Это директор виноват, это не сотрудники. Директор так работу организовала, что... Высокой физической причине вышли, вызвали специалистов. Это, все все понимают. Даже... Что вы понимаете, я понимаю, что они сломались и не работают. Включить? Вы ничего не понимаете. Зачем? Спорим на косарь, что я сейчас ее включу. Вот давай поспорим просто, зарубимся на косарь, на камеру. Я сейчас включаю вот за пять минут эту кассу, и если она заработает, то с вас косарь. Если не заработает с меня косарь, зарубаемся? Я не буду зарубаться, знаете почему? Потому что для этого есть специально обычные люди. Я специально обученный человек, я могу ее включить за минуту. Вы не сотрудник компании. Возможно. Не надо самоуправством ей заниматься. Ремонтировать нам кассы, заказать служебные помещения и прочих. И за это тоже. Ну вы же занимаетесь самоуправством? Ну, пишите мне заявление, если вы так считаете. Напишем. Ну смотрите. Я вас прошу не нарушать ответственный порядок. Вы пообещали написать заявление. Вот пацан сказал, пацан сделал. И это не... Пацан. И это не два разных пацана, это если... Да, тут не возраст решает. Ну, вежливость вообще не должен решать. Как будто я с вами тут на матах разговариваю. Ну, еще этого не хватало. Вот именно. Ну, что характерно, зарубиться вы побоялись. А вы меня не ходите с тобой. Про включить кассу. Я могу это сделать просто с помощью приложеньки на телефоне. Но у меня этот телефон занят для съемки. И я не смогу вам показать, как я это сделал. Так что, ну, смысл. Здрасте. Так, вы ППС. Правильно? Не знаю, Светлана. А кто вы? Я по разговору сегодня. Дежурник по разговору. Понятно. Как могу вас обращаться? Меня зовут Алекс. Алекс. Меня зовут Павел Александрович. Так, смотрите, Алекс. Вы нас называли по какому поводу? Смотрите, пожалуйста. Ваш... Мой вчерашний вызов приходил, нет? Не могу вам ничего сказать по вчерашнему. Вчера часов, часа в четыре, наверное, я вызывал. Так. Часов в семь, наверное, пришел сотрудник полиции. Он пошел в дверь, спросил что-то у охраны и ушел. Я усматриваю в этом, ну, минимум халатность, либо бездействие. Смотрите, я здесь купил на сумму более 10 тысяч продуктов с истекшим сроком годности. На сумму 10 тысяч рублей? Более 10 тысяч. Больше 10 тысяч. После того, как я купил эти продукты, директор у меня попытался их с силой забрать, причинив мне боль в руке. Боль в руке? Да. Ну, я усматриваю в этом признаки состава 6.1.1 КОАП, это побои. Так. Вот. Также, возможно, 161, либо 162 Уголовного кодекса. То есть это либо грабеж, да, либо открытое хищение было. То есть она у меня похитила, она у меня похитила купленный товар, да. Она его забрала, скрылась с ним в месте подсобки. Потом через какое-то время, видимо, до нее дошло, но я ей уже объяснял, что это мой товар, он купленный, и, пожалуйста, верник. Она уже через грузчиков мне его передала обратно. А то с вами был вернут? Просроченный, да. Спустя время? Спустя время, да. А намного вообще было просрочки? Ну, по времени. Есть с прошлого года. Детское питание с мая месяца. Вот. У вас есть полномочия оставить это на ответственное хранение, описать, сделать протоколу? Отлично. Отлично. Смотрите, я не покупал, я сегодня пришел закончить эту историю, я выявил еще вот все остальное, вот это вот, вся тележка, это все просроченное. Я это не покупал, я могу сейчас это купить на кассе самообслуживания, например. Я не вижу смысла покупать, потому что запрещена реализация, это когда товар стоит на полке, ну, то есть купить лишнее, оно, как бы, хуже им уже не сделает, ну, лишний, лишняк. Так, я вам такой вопрос дам, у вас документы с собой есть? Есть. Заявление, объяснение я уже написал, я вам отдам. А уже? Я уже был в вашем УВД, я уже там общался. А, в отделе уже написали, да? Нет, я уже общался в вашем УВД, я уже приехал сюда с заявлением пустыми, я здесь, пока вас ожидал, я их написал. Я вас понял, а можно, да, это ознакомиться? Можно, смотрите, там на заморозке есть большой стул, можно там все это... Поделайте, пожалуйста. Да, там удобно будет. Конечно. А можно без лишних глаз вот это все, а то... Пожалуйста. Подберь на срок. Все, не обижайтесь, нет, вы мне очень нравитесь. Что, взаимные ваши посмотрите, ну, прочтите, познакомьтесь. У меня два заявления. Так. Вот, первое, по поводу реализации просрока, здесь я все четко указал, что, где, кого, как. И какие статьи в этом усматривают? 14.4, 14.43, часть 2.Б, статья 238 Уголовного кодекса, это конкретно по детскому питанию. Реализация товаров недвижащего качества для детей в возрасте до 6 лет. Второе заявление. Вот здесь. Я, честно, сначала думал понятие простить директора, которая немножко психанула и, ну, совершила грабеж. Да. Там все можно понять, там женщина перенервничала и попутала. Но потом, чуть-чуть с ней пообщавшись и поняв, что это за человек, когда она говорит, что у меня все этот просрок все купят из своего кармана, потом я узнаю, что она сегодня уволила уже человека, который вчера сыры продинамил. Ну, то есть, директор, она не хочет работать над собой, избавляться от каких-то своих проблем, она рубит на корню и убирает персонал. Я считаю, что не совсем корректное у нее поведение, поэтому я на нее заявление написал тоже по статьям 6.1.1, побои. Также усматриваю 161-ю, либо 162-ю Уголовного кодекса. Ну, там уже у меня есть видеозапись этого всего, я ее по требованию вам предоставлю. Там уже, что вы смотрите? А данный Грек Товикон, вы не знаете, как его зовут хотя бы? Или просто зовут? Не знаю, ну, вот я написал и ставил. Мамут, нет, у нее там доска по запись, ну, где, там директор такая-то. Мамутова Оксана, видео есть. Не выписывали на прохождение, особенно экспертизы, остановление? Побои не требуют, там достаточно физического контакта и... Я не знаю, что достаточно, но в любом случае как-то. Ну, блин, какой-то норме я обязан. Нет. А там уже ваши права. Вот. Все будут такие, как вы. Я, пожалуй, от судмедэкспертизы откажусь в этом плане. Был случай в Подольске, где охрана напала и побила, и там... Знаете, где у вас одно объяснение я привожу первую, да, как по просроку, а вторую... По ней я, вот у меня есть, я его просто напишу по нападению. Просто нам надо будет тогда здесь указать, что вы отказываетесь. Хорошо. 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 Пожалуйста. В любом случае я вам выпишу, просто мне напишут, что я согласен, либо отказать, хорошо. Ну, в любом случае она у вас будет, в том плане, что вдруг вы для себя решите, что вы захотите пройти. Я, вот честно, я не хотел ее вообще на нее заявление описать, но просто там такое говно человек, что пусть будет. Спасибо большое. Ну, вы, то есть, не против, что директора этого берут? Потому что, ну, какая-то она, это... С приветом. Нет. За. Только за. Ну, это наша коррекция. Понятно. Я вижу по ее поведению, что ей пора. У вас, кстати, смотрите, и вчера было. Мы вчера, видимо, весь день расставляли сигареты. Мало всего. Мало всего. Мало всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАЖЬ НЕ ПОЗДОРОВАЛАСЬ, И ДАЖЬ НЕ УВОЛИЛАСЬ, А УВОЛЬНЯТЬСЯ-ТО КОДА БУДЕМ? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена, тележку-то заберите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА